Добрый день, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас 20 января, уже позади праздники Рождества Христова. Вчера мы с вами торжественно вспоминали Крещение Господне. Это действительно величайшее событие, которое празднуется первым после праздника Рождества Христова. И в этот день мы вспоминали, как Господь наш Иисус Христос принял Крещение от рук пророка предтечи Иоанна, которого еще называют Крестителем, потому что он сподобился быть Крестителем самого Господа. И вот в прошлое воскресенье мы немножко коснулись вкратце о том периоде, что происходило после Рождества Христова. Евангелие об этом говорит очень мало, о том лишь, что Святое Семейство жило в Назарете. И Иисус помогал своему мнимому отцу Иосифу, обручнику. И до 30-летнего возраста он проживал в Назарете. Потому что с проповеди он вышел именно в 30 лет, так как по иудейским законам человек, которому не исполнилось 30 лет, не имел права толковать Библию или Священное Писание. И вот в 30 лет Христос пришел к реке Иордан. И уже, нужно сказать, на протяжении некоторого времени там проповедовал о покаянии и о пришествии в мир Христа, пришествии в мир Мессии, Спасителя мира, проповедовал пророк Иоанн, последний ветхозаветный пророк. То есть им заканчивается плеяда, череда пророков. И он действительно был таким человеком, которому относились большим авторитетом, пользовался большим авторитетом, относились к нему с очень большим уважением. И вот он проповедовал о покаянии, проповедовал о Христе. И люди, которые прислушивались к его мнению, верили его словам, он погружал их в реке Иордан. И считалось это как бы омыванием, омытием грехов. И вот Иисус Христос приходит к Иоанну Крестителю. Иоанн прозревает в нем Христа и говорит, что «Се пришел тот, кому я не достоин даже развязать ремень на обуви его». И вот Христос его успокаивает, говорит, постой, так нам нужно исполнить всякую правду. И вот Христос входит в реки Иорданские, и Иоанн погружает его в эти воды. И вот когда выходил Христос из воды, был голос Бога Отца «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А Дух Святой был виден в виде голубя, а в реке находился Сын Божий Иисус Христос. И вот этот праздник еще называют Богоявлением, потому что Бог явил Себя троечным вот этим именно событием. То есть был голос Бога Отца, в реке Иордан стоял Сын Божий, а третье лицо Святой Троицы, Дух Святого в виде голубя, снисходил на Иисуса Христа. И вот с этого события начинается миссионерское служение, миссионерский путь, трехлетний путь Иисуса Христа на этой земле. И вот мы читаем, как это происходило. Говорится о том, что Христос был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взял кал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим, заповедуют о тебе и на руках понесут тебя». «Да не приткнешься камень ногою твоею». И Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это отдам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. То есть после крещения Господь уходит в пустыню, где 40 дней проводят в посте, молитве. И, как говорят многие святые отцы, Он тем самым подготавливает себя вот этими действиями, постом и молитвой к миссионерскому служению. И здесь Господь в начале Своего служения сразу борется с дьяволом. Он отвергает его все искушения хлебом, славой. То есть все то, что ему дьявол предлагает, как ему говорит, «Так если ты же Сын Божий, спусти из горы». Но Господь это все отвергает. И вот дальше начинается его служение в окрестностях Галилеи. Он очень любил эту местность, потому что там очень красивая природа. И первую свою нагорную проповедь, заповеди блаженства он дает там, рассказывает об этом. И, можно сказать, первые его слова были о покаянии, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть именно с пришествием Христа приближается Царство Небесное, Царство Божие, которое внутри каждого человека, в котором и есть, наверное, счастье и истинный смысл жизни человека. И вот сегодня мне в этот праздник, во второй день праздника, точнее, так сказать, Крещения Господня, немножко хотелось бы всем нам напомнить о той великой благодати и силе, которую мы все с вами, крещенные люди, получили во время своего крещения. Ведь Крещение Господне положило начало этому великому таинству, которое, ну, наверное, в Белоруссии, скажем, практически все люди крещены. То есть какой-то процент есть у нас иных религий, мусульман, иудеев, но практически все у нас считаются христианами, либо католического вероисповедания, либо православного. И вот действительно, во время крещения Господь дает нам необычайшую силу, необычайную такую благодать. Вот. Конечно, многие из нас были крещены в младенчестве, когда поручителями о нашем возрастании в вере выступали наши крестные родители. И вот на самом деле вера в Божие, она есть в каждом человеке. То есть неверующих людей, наверное, вообще не существует, потому что каждый человек во что-то верит. Если он не верит в Бога, другой говорит, есть какая-то высшая сила. Вот. Третий говорит, что-то там есть. Но кто вообще не во что, тот верит в завтрашний день, верит в других людей. То есть без веры человек, наверное, не может жить, как и без надежды, как и без любви. И вот во время крещения Господня, миропомазывания, человеку даются вот эти вот дары. То есть человек получает ту благодать, которую ниспосылает Господь через вот это святое таинство. И поэтому очень важно помнить об этом. Конечно, многие из нас не видели, как совершали нами таинство крещения. И нужно молиться своих крестных родителей. И очень тщательно, скажем так, относиться к выбору крестных родителей. Иногда у нас какая-то эта формальность, выбираем своих друзей, знакомых. Но очень важно, чтобы крестные родители были верующими людьми. Потому что очень часто по вере родителей человек, скажем, как-то приближается к Богу, становится верующим. Поэтому в эти вот дни праздника крещения Господня мы вспоминаем о той благодати, которая была дарована каждому из нас. Еще немножечко хотелось бы сказать о традициях, которые связаны с крещением. Мы в прошлое воскресенье говорили о погружении в святую крещенскую воду. Но хочется еще сказать, что с традициями, связанными с крещением, ну да, это то, что освящается вода, которую мы набираем, приносим в свои дома. Эту воду нужно, не надо, чтобы она просто стояла. Ее нужно понемножечку употреблять каждый день. Вот. Также, вот когда у нас какая-то болезнь, нужно эту воду, скажем так, тоже особенно принимать. И что еще, так вот в нашей местности вообще заведено, это освещение наших домов, квартир, предприятий. Потому что освящается новая вода. И этой водой мы освящаем свои жилища, свои дома, те места, где мы трудимся. Почему это так важно? Потому что через молитву священнослужителя, через окроплением святой водой не спосылается тоже благословение, спосылается благодать Божия. И изгоняются все нечистые духи, которые, возможно, обитают на этом месте. Потому что дьяволы, бесы боятся святой воды, боятся креста Господня, боятся молитвы. И иногда спрашивают, как часто нужно освящать дома. Дом или квартира полным чином освящается один раз. А каждый год необходимо просто либо самому, либо позвать, пригласить священника и осветить свое жилье. Ну и, конечно, помолиться, когда заходит священнослужитель, совершается молитва о семье. И не спосылается, можно сказать, такое благословение на семью и на то место, где мы живем. Поэтому я вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с наступившим праздником Крещения Господня. Он у нас еще продлится несколько дней. Через восемь дней будет праздник отдания 27 января. И хочу пожелать всем здравия, долгоденствия, благополучия. Дай Бог, чтобы эти праздники рождественского цикла, Рождество, Крещение, чтобы мы их духовно, в первую очередь, переосмыслили, продумали, побыли, может быть, лишний раз в храме. И, конечно, тем самым освятили сами и получили благословение Божие. Аминь. Аминь.